Доверять только официальным источникам информации по возможности воздержаться от поезда к заграницу и не поддаваться искусственно созданной продуктовой панике. Настоятельно советуют жителям ДНР в межведомственном оперативном штабе по предупреждению завоза и распространению новой коронавирусной инфекции. С призывом сохранять спокойствие и здравый смысл вчера обратилась к горожанам и глава администрации Харциско Виктория Жукова. О поставке медпрепаратов и пользующихся нынче особым спросом дезинфицирующих средств в аптеке, о доставке товаров в продовольственные магазины, работе рынков и городского общественного транспорта. В общем, о том, как в нынешнее тревожное время живет Харциск, мэр города Виктория Жукова подробно рассказала на вчерашней пресс-конференции. ДНР Еще не зарегистрирован ни один случай коронавируса. Это раз. Во-вторых, продукты все в магазинах есть. И мы держим под контролем, чтобы все продукты были. По поводу цен. Да, действительно, сейчас уже было несколько обращений по поводу роста цен. И наш торговый отдел изучает эти вопросы и по каждому обращению делает выезды и мониторит ценовую политику совместно с налоговой. Пока нарушений, превышений предельно допустимых уровня цен не было. Если у вас будут замечания какие-либо, вы можете обращаться напрямую в торговый отдел. У всех есть странички, у начальника торгового отдела, у зама по экономике, у меня. Также налоговая замечательно работает. И вы можете обращаться как письменно, так и устно. И любые жалобы мы сразу отрабатываем. Поэтому, если будут где-то нарушения, мы будем их устранять. Главой республики был издан указ о том, как можно минимизировать массовые мероприятия. В связи с тем, что все равно в осенне-зимний период присутствуют у нас заполевания УРВИ. И сейчас у нас и на границах должный контроль везде осуществляется. Поэтому проверка идет постоянная, чтобы коронавирус на территорию нашей республики не прошел. Но все меры предосторожности должны быть приняты. И всеми городами, в частности, в Харцизском, Зугресском и Лавайском уже приняты эти меры, распоряжения изданы. И как можно меньше проводится массовых мероприятий. Поэтому просто сами жители будьте бдительны, мойте руки. Если вы простыли, одевайте маски, чтобы не заражать других. Но это, в частности, УРВИ. И средства личной гигиены. Я думаю, что самое главное, что мы должны сами к своему здоровью относиться внимательно. Продуктово-закупочные страсти, увы, не обошли Харцизск стороной. В мелких торговых точках на рынках и в крупных магазинах с прилавков сметают крупы, макароны, сахар, подсолнечное масло, консервы и зачем-то туалетную бумагу. Глава городминистрации спешит успокоить харцизян, просит не поддаваться панике и призывает не создавать искусственный ажиотаж. Виктория Жукова заверяла горожан в том, что дефицита продуктов питания в городе нет и не будет. Что же касается информации о якобы прекращении деятельности республиканских рынков, эта новость сейчас активно распространяется на просторах интернета, то, как подчеркнула мэр города, она не соответствует действительности. Рынки у нас не закрываются. Мы уже на своих страничках опубликовали данную информацию о том, что официально ГП выступила, что уходит фейковая информация, что рынки будут закрывать. Никто ничего не закрывает, все работает в штатном режиме. В супермаркеты все поступает в достаточном количестве, просто из-за того, что некоторые жители начали паниковать, то это естественным образом происходит, что скупают какую-то продукцию, буквально уже или в этот день, или на следующий день происходит поставка товара, и товар постоянно находится в нужном количестве в магазине. С аптеками тоже мы общались. Да, действительно, происходит то же самое, что и в продуктовых магазинах. Люди забирают те товары, которые они считают, что сейчас острые и необходимые, но тем не менее аптеки успевают завозить на следующий день или через день тоже те же товары и пополнять свои запасы. Поэтому острой такой ситуации нет ни в аптеках, ни в продовольственных магазинах. Контролирует администрация Харциска и работу городского общественного транспорта. После указа главы сразу же у нас с первых же дней, ну, у нас и так влажные уборки всегда шли, но сейчас еще дезобработки регулярные проводятся, и отдел транспорта сейчас отчитывается каждую неделю и даже чаще о том, как это проводится. То есть у нас транспорт убирается, электротранспорт, автотранспорт убирается, и влажные уборки проводятся, поэтому в этом плане все в порядке. Никаких ограничений у нас по времени работы нету, все в штатном режиме, электротранспорт и автотранспорт работают. По данным Минздрава ДНР, эпидемическая ситуация в Донецкой Народной Республике по состоянию на 24 марта стабильная. Случаев заболевания COVID-19 на территории ДНР не зарегистрировано. Продолжение следует...